Всем привет, всем привет! Вы снова на моем канале Лученко Фэмили Фуд, и у нас сегодня шаурма! Штаб вообще, видите? Это просто, это просто анреально. Я уже чего-нибудь хочу съесть. Я пока это все растаяла, просто вы еще не видите, у меня здесь супчики. Раз, три супа. Они просто сюда не поместились. Все вот это вот пиршество у нас сегодня от Шавар Мамбар в Москве. И здесь у нас четыре вида шаурмы. Она не реально огромная, чтобы вы понимали, это только половинки. То есть четыре вот еще должно быть, но они просто сюда уже не влазили. И картошечка, и креветочки, и батат, и соус, сырный соус. Посмотрите, какой. Здесь салатик, сырные шарики, крылышки, барбекю. И еще три супа к супчику отдельно. Ну, типа как рамены, у них идет лапша отдельно. Но я потом добавлю вместе с вами. И, конечно же, морсики. Они сами варят. Клюква и вишня у меня. Давайте скорее приступим. У меня просто вот, слышите, я просто... Я оставлю ссылку на них. У них есть и доставка. У них есть семь точек по Москве. Новая сейчас в Семеновском открылась. Ссылку на них оставлю в описании. Если вы не знаете, где полакомиться шаурмой в Москве, вот, пожалуйста, вам вариант. Я взяла четыре вида. Разные вообще абсолютно шаурмы. Лондон, Милан. Что-то типа итальянская, классическая. У меня должна быть какая-то с креветками. Я очень хочу, очень хочу уже кушать. Давайте кушать скорее. Я бы с супчиков начала. Вот такой вот он. Не знаю, как вам показать. Такой, смотрите, наваристый. Он как-то интересно называется. Типа борщ по-тайски, что-то такое. Ммм. Да, он острый. Угу. Ммм, прикольно. Мясо мягкое. Прям такие, смотрите. Видите, мясо какое. Здесь еще вот так еще идет. Я просто попробую. Ммм. Надо еще лапшу вот эту вот закинуть. Вот это бульон. Ммм. Здесь что-то такое, знаете. Я, наверное, вот это буду. Какой-то с карри, что ли. Что-то я не знаю, какую надо добавить, но я вот эту добавлю. Только мясо, смотрите. С рыцаром с лапшичкой идет. Ну-ка мы сейчас оценим сразу. Ммм. Понравился мне бульон. Я не помню название? Так, давайте я люблю... Вот морс из вишни я никогда не пробовала. Наливаем. Ох. Налю немножко. Хочу клюкину тоже потом попробовать. Холодный кайф. Начнем с той, которая ближе ко мне. Смотрите, какая она. Мясо. Мясо, обалдеть, сколько. Я здесь не пойму шпинат, что ли. У меня завтра маникюр. Мне, кстати, многие спрашивают про маникюр. И про прошлое, и про этот спрашиваю часто. А это я делаю бордовое покрытие. Сверху жемчужная втирка. Ммм. Мясо прям мягчайшее. Ммм. до этого я делала просто черное покрывало и сверху тоже жемчужная ктирка сало тоже очень вкусно где на вкусно нам в этот раз сейчас идти не знаю что сделать потому что уже все модные делала просто какой-то нюд сделать или что не знаю этот соус мне понравился все я хотела с вами знаете поговорить на сайтах знакомств я думаю если бы я бы их ела там вообще были бы вкусные что пока я все разложила когда они уже горячие знаете но все равно еще хрустящие короче я уже зарегистрировалась на сайте знакомств но я написала другое имя в общем какой я вывод сделала вот этих сайт знакомств мне кажется там реально найти своего человека не знаю вообще 0-0-1 процент то есть в основном там мужчины мне кажется вот просто 99,9 процентов для них они просто ищут там случайные связи даже когда читаешь их анкеты они этого не скрывают более того они даже не скрывают что у них есть жена что у них есть семья что они конкретно ищут девушку только вот типа когда он загрустил когда вот он устал в общем ему нужна только такая я такое конечно не рассматриваю вообще они супер мега сочные ну просто меня вот удивляет именно те мужчины которые пишут открыто что они есть даже мужчины которые выставляют свои фотографии ну ладно когда ты выставляешь только себя еще половина мне кажется не себя выставляют не настоящие фото но они еще есть даже те кто выставляют прямо он с женой с детьми и мне кажется что их жены знают знаете что наверное для мужа это как вот у кого-то муж ходит в спортзал или ездит на рыбалку а мой вот так вот развлекается ну потому что так открыто не знаю может быть сейчас на какой-то новый уровень это все вышло потому что я потому что я на сайте знакомств никогда не была у меня была зарегистрирована подруга и мы выставляли там конечно вообще не свои фотографии мы не знаю нам полез 16 было когда вообще у нас интернет появился а ведь это подобные там сайты и я помню мы там что-то с каким-то парнем то ли из Павлодара то ли откуда он был что-то с ним переписывались в общем я какую-то ерунду писали он писал есть ли у тебя тату мы просто искали фотографию и искали ему татуировку просто из интернета ну короче вот и было бы лусло так пока вот эту вот это такая знаете такой свежий как будто у него вкус легкий вот говядина очень сытная прям это прям плотненько поесть здесь мне кажется если вы там на ПП вот здесь салатик прям в тему ну короче естественно я соблюдаю там все правила безопасности то есть первое это я не свое имя написала конечно я там не писала ни адресный телефон никаких данных даже там район где я живу нет нет им не писала пару парней но всем нужно встретиться почему-то очень поздно я сначала не понимала ну вот с одним переписываешься они знаете ничего особо там про тебя не спрашивают они сразу как бы к делу давай встретимся тебе удобно завтра и пишут время 10 вечера там 11 вечера естественно я на такие поздние свидания первый раз там с неизвестным естественно я отказываюсь это с креветкой с капустой я так люблю креветки рыбам и тут много зелени вот такая вот это прям мое и они пишут место и самое главное я загуглила я не знаю на что они рассчитывают ну то есть я не знаю может быть здесь как бы это я такая удивляюсь а здесь как-то все уже в этих сайтах типа наработано все друг друга понимают я не пишу заведение я потом начала смотреть во-первых не находятся уже пример какие-то бары и когда ты потом смотришь где находится этот бар вот такая кафешечка она рядом или при какого-то вот такого дешевого отеля и я такая понятно спасибо но нет и три дня я переписываюсь с другим парой и мы с ним договорились в пятницу встретиться но днем в общественном месте не ночью ну я короче первый раз пойду на свидание но из сайта знакомств если я чего-то не знаю пожалуйста напишите может быть надо еще до клюка какие-то меры предосторожности учесть которые я не учла но единственное что меня напрягает что он в будний день может днем то есть либо он живет с мамой на мамину пенсию да да либо он ну богатый либо фрилансер либо у него свой бизнес и он может позволить себе или будний день днем короче на заводе не работает не знаю ну ну такой будет у меня эксперимент но ну слушайте у них вкусно я вот этого заказывала как там там называлась помните я брала самый первый раз вообще неудачно взяла вообще неудачно взяла крылышки топ прям в соусе таким ой ребят я наелась реально все вкусненько мне понравилось может дышать уже тяжело жду вас на следующем макбанке до новых встреч пока